Доброй ночи, дорогие друзья! Меня зовут Полина, также известная как Парнада. И сегодня, как вы уже догадались, мы снимаем подкаст, посвященный Самайну, самому любимому празднику всех ведьм. По традиции, первую часть подкаста мы посвящаем непосвященному. Есть ряд людей, которые впервые, наверное, узнают о том, что такое Вика, и впервые они об этом узнают из нашего подкаста. И мы стараемся сделать так, чтобы они понимали, что мы не сектанты. Итак, что же такое Самайн, зачем его празднуют, и почему тема смерти так популярна среди ведьм? Суть в том, что мы веками не верим в смерть. Шучу, мы верим в смерть, мы просто верим, что после смерти мы все возрождаемся, то есть реинкарнация. Мы видим это в природе, мы видим это везде. Животные умирают, но они оставляют потомство, и растет новое потомство. Растения умирают, и оставляют семена, и всходит новое потомство. Солнце умирает, но каждый год оно возрождается заново. Темное время сменяет светлое время, и наоборот, и далее, и далее. Мы верим в цикличность жизни. И именно это символизирует Самайн. Я помню однажды, я была в магазине Красный Куб, там была пара Хэллоуина, и было очень-очень много всяких забавных штучек, посвященных Хэллоуину, всякие ведьмочки и так далее. И одна девочка такая бегала, «Мам, мам, ну купи мне вот это, ну купи!» Она говорит, «Нет, это все Хэллоуин, это праздник смерти!» И я так прям смутилась, мне так захотелось подойти к этой женщине и объяснить, что суть в том, что без смерти нет возможности жить. Ведь, например, растения, очень многие растения при увядании дают новые семена. Например, если вы возьмете бархатцы, только увядшие бархатцы дадут новые семена, чтобы новые бархатцы взошли и жили. И я не думаю, что вы оставляете в живых ту свеколку, которую вы режете в борщ и так далее. И это просто цикл жизни. И мы почитаем момент старения и момент увядания точно так же, как и момент жизни и процветания. Потому что мы понимаем, что это необходимо для продолжения дальнейшей жизни. И именно этому посвящен Самайн, а не просто тому, что все умрут и я один останусь. Самайн – это очень популярный праздник. Он празднуется сейчас уже на всех континентах. Произошел он от кельтского праздника, который, возможно, произносился несколько иначе. Есть, опять же, множество произношений этого слова, но мы используем слово Самайн. Он посвящен теме смерти. Мы верим, что в этот момент та граница, которая разделяет мир живых и мир мертвых, она истончается. Именно поэтому очень многие обряды, очень многие ритуалы на Самайн связаны с общением с умершими. Например, очень популярен обряд немого ужина, когда вы накрываете дома стол на себя и на каких-то близких людей. Например, у вас умер дедушка, и вы хотите ощутить его присутствие снова, или бабушка. То есть это может быть неопределенное количество ваших родственников или близких умерших. Вы накрываете на стол на себя и вот на этих умерших людей и проводите немой ужин. То есть молча не едите, накладываете еду своим бабушкам, дедушкам, так, как будто они здесь в живых с вами, и разделяете с ними пищу вот в этот священный момент времени. Также популярны, естественно, спиритические сеансы, в которых я ничего не смыслю, поэтому не буду вас этим утомлять. Существует очень много легенд, которые связаны с Самайном. Вообще древние люди считали, что поскольку пелена между миром живых и миром мертвых стончается, то в том числе и всякая нечисть бродит, собственно, по полям, по лугам и так далее. И чтобы эта нечисть тебя не утащила, никуда нужно наряжаться во всяческие карнавальные костюмы. И, собственно говоря, именно поэтому пошла традиция карнавалить во время Хэллоуина. Точно так же у нас есть фонарик, с которым тоже связана легенда, и эта легенда очень распространена, мол, жил такой человек, звали его Джек, и он вроде жил-кутил и так далее, там подобное, но договорился с... В общем, в какой-то момент он то ли там дьявола вызвал, то ли еще что-то, в этом легенда разнется, но суть в том, что он договорился с дьяволом, что он никогда не заберет его в ад. В общем, его там перехитрил, и так случилось, что все, дьявол дал ему обещание, а дьявол всегда свои обещания хранит, что он не возьмет его в ад. Но Джек жил так, что и в рай его не взяли. Ну, то есть, когда он умер, он подошел к вратам рая, ему говорят, слышь, ты так жил, ты иди отсюда. И вот он вынужден бродить по земле, вроде как и ни живой, и ни мертвый, и никуда он не может податься. Поэтому он сделал себе из репы, не из тыквы, из репы он сделал себе фонарь, и вот ходил с ним, освещал себе дорогу. Собственно, от этого пошла традиция делать вот эти фонари, хотя некоторые за кадром утверждают, что туда поселяли добрых духов, чтобы они защищали нас, людей, от злых духов. Но мне бытой традиции ничего не известно. Теперь наша любимая часть под названием «Хвастовство». Что же будет в этом году делать московский дом Викан на Самайн? Ну, мы по традиции устраиваем большой балл «Маскарад» на ограниченное число участников. Там мы вводим элитарную систему посещения. Суть в том, что мы все нарядимся в карнавальные костюмы и соберемся в одном месте в одно время. Пойдем ритуалить в лес, а помимо ритуалов у нас будут еще разные другие развлекательные мероприятия. Например, Богдан нам будет рассказывать все тайны литья магических свечей. Мы будем проводить всяческие визуализации, медитации, связанные со смертью. Я надеюсь, надеюсь провести. Но тут опять же все зависит от людей, насколько они будут подготовлены к этому. Суть в том, что смерть – это довольно болезненная тема для любого человека. Мы вообще все боимся смерти. Так уж случилось. У нас заложено это природой, что мы хотим жить и так далее. Но с другой стороны, тема смерти может подтолкнуть нас, переоценить нашу жизнь, глубже ее понять. Понять, что надо жить здесь и сейчас и тратить время не на ненужные вещи, а на то, что ты действительно хочешь, ради чего ты готов жить, и тебе не будет жалко. Если ты завтра умрешь, тебе не будет жалко, что ты прожил жизнь свою так, как ты ее прожил. Мне кажется, это один из самых важных моментов в Самайне, когда мы понимаем, что наша жизнь, не только, что наши близкие умерли, и что наши близкие, которые сейчас живы, тоже могут умереть, но и то, что мы сами тоже можем умереть в любой момент. Ведь жизнь непредсказуема. Кирпич на голову упал, а у вас родинка растет и так далее. И мы понимаем, что все, ты можешь в любой момент бросить коньки, надо жить здесь и сейчас, надо исполнять свои мечты, надо стремиться к своим целям, надо быть там не то, что прям добрыми со всеми, я не верю в то, что типа все должны быть со всеми добрыми, но по крайней мере предельно честными, предельно искренними со своими близкими, родными, чтобы не было жалко, что если этот человек умер, а ведь такое может случиться, что последними словами, которые вы ему скажете, будут злобные слова, или что вы редко говорили там своим близким о том, что вы их любите. И мы надеемся это обыграть в тренинге по умиранию, что мы будем сосредотачиваться и действительно представлять, что мы умираем. Есть два, две разновидности этого тренинга. Когда мы представим, что мы уже умерли, вот мы лежим в гробу, и наши близкие, родные говорят какие-то последние слова нам, то есть что, ну они говорят, что этот человек был хороший, или он там был верный друг, или он там был хороший, там, не знаю, руководитель и так далее. Таким образом мы понимаем свой идеал, каким мы хотим действительно стать. А другой тренинг, это когда мы представляем, что все, вот последний момент нашей жизни, и мы должны нашим близким, родным, вот они подходят к нашей постели, и мы должны сказать им последние слова. И на самом деле, если этот момент прочувствовать, это очень такой жесткий, конечно, момент, но он очень меняет жизнь. Мы понимаем, что мы наши близкие, они здесь с нами, и мы должны дарить им любовь здесь и сейчас, и не оставлять это на тот момент, когда мы будем уже лежать в постели, в предвкушении того, что же будет за. Я предлагаю вам, но это уже лично от себя, мы не будем в этом году этого делать, мы пробовали это делать в прошлом году, но что-то как-то не пошло, но тема довольно интересная. Подумать на тему того, как выглядит загробный мир. Да, да, есть какие-то традиционные легенды. Рай, ад, страна вечного лета. Ну окей, вот вы попадете в страну вечного лета. Представьте, что там будет. Вот как вы это представляете? Там будут 40 девственниц, или там будет бесконечный секс, или вы будете сидеть медитировать, или вы будете все время там, не знаю, танцевать и играть на арке. Представьте это вот именно так, как вы это представляете. А можно представить еще варианты того, как бы вы хотели, чтобы это было. Просто когда мы пытаемся представить именно как это будет, мы начинаем опираться на те легенды, на те мифы, которые мы слышали. Так или иначе, мы компилируем это в голове. А когда вы говорите, окей, загробный мир, мы не знаем о нем ничего, по сути. Да, ведь у нас нет никаких достоверных источников, фотографий, видеозаписей, ничего нет из загробного мира. Мы не можем никаким образом достоверно доказать, как он выглядит. Соответственно, он может выглядеть как угодно. В том числе его может и не быть совсем, да, мало ли там, бога нет и все такое. Вот. И вы можете вообразить все, что угодно. Вы можете сами взять и создать свою страну вечного лета. Это же очень интересно. Мне кажется, в смерти вот это самое интересное. Да, это страшно, но с другой стороны, никто не знает, что там есть. Это как открывать подарок на Рождество от человека, которого вы совсем не знаете. Там может быть хрень, а может быть что-то грандиозное. И это классно же. Все такие сейчас умирать поскакали. Вот. Естественно, естественно, на нашем Хэллоуине не обойдется без ритуала. Ну, куда же века не без ритуала. По традиции, не знаю, у нас так сложилась такая добрая московско-веканская традиция. У нас ритуал пишет осень. Осень – человек, который пишет довольно пафосные и емкие ритуалы, которые наполнены всяческим символизмом и такими возвышенными речами. Так что мы всегда этого очень ждем. Это довольно экстатично. Вот. Также мы будем хоронить Бога. Во время ритуала у нас будет фигурка Бога, которую мы все совместно лепили. То есть у нас было одно из полнолуний, посвящено лепке вот этого рогатого скотинки. Вот. Мы его слепили из того, что было. Мы его все вместе соединили. Каждый человек лепил свою часть тела. Вот. Мы все это вместе соединили. Во время ритуала мы все это побьем на кусочки. Ну, тут мы немножечко тырим идею из мифа об Эзидии и Осирисе. Вот. И вы же Осирис звали, правда? Вот. Хорошо. Вот. И похороним. То есть прям реально похороним. Да, мы закопаем его в землю. Тут никакого символизма даже не будет. Мы его похороним. Вот. А плюс ко всему, плюс ко всему мы будем заряжать свечи для общения с мертвыми нашими близкими, которые уже находятся на той стороне. вот. Мы попросим богов, чтобы они дали свечам особую энергию, особую силу, чтобы каждый раз, когда мы зажигали наше общение с нашими близкими происходило намного легче, да, то есть чтобы нам, не знаю, не приходилось там с бубнами плясать постоянно, а вот ты зажег свечу и вот можешь там с умершей мамой пообщаться или там с умершей любимой бабушкой и так далее. Вот. В общем-то вот так пройдет наш московско-домашний веканский самайн, вот, чего мы уже жаждем и, конечно же, мы поделимся с вами всеми восторгами и другими плюшками. На этом мы заканчиваем наш грандиозный подкаст. Надеемся, наш самайн и ваш самайн будет таким же грандиозным, наполнить его всяческим, всяческой радостью, весельем ну и в том числе важными для вас раздумьями. Надеемся, что после самайна вы будете обновлены и, не знаю, поймете многие вещи в вашей жизни, потому что именно для этого и существует это время темноты, раздумий и, ну, более спокойно, да, чем время лета, когда все пашут, там, урожай собирают и так далее. Не забудьте благодарить богов, смотрите наши подкасты, ставьте лайки, пишите комменты и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok